Гипс ноги Гуляем сняли еще неделю назад, но уходить на работу девушка все еще не может. Боится потерять ребенка. Месяц назад беременную жительницу Москвы прямо у полицейского участка сбил сотрудникам ВД. Я растерялась, на коленках пыталась отползти, но у меня повредились суставы, шла кровь. Они сначала не заметили, что я беременна, и водитель не сразу заметил меня под колесами. Милиционеры впереди закричали «сбил, сбил». В самом участке в это время находился муж Гуляем. Его туда увезли полицейские, которые не захотели дожидаться, пока мужчина принесет документы из машины. Гуляем как раз-таки несла бумаги в участок. Узнав об этом, офицер, сбивший Гуляем, потащил раненую девушку в участок, где к ней вышел один из полицейских начальников. Я замначальник северного отделения Чертанова. Давай договоримся. Что мы тебе, пять тысяч дадим? Уходи. Начальник так сказал. Не надо мне ваши деньги. Я беременна. Вы что, не видите? Однако не вызывать скорую, не разбираться в автонаезде полицейские не собирались. В участке беременную женщину они держали больше часа. Она, кажется, мужа любит своего очень. Она замужа, все готово. Сейчас она напишет. Ее надо просто напугать. Да сейчас ей пять тысяч дашь, она уйдет. Чурки выдает. Как вы со мной разговариваете? Вы не имеете права так разговаривать. Я хочу заявление написать. Давай пусти ее быстренько. Мы сейчас с мужем ее вместе закроем. Пусть вместе посидят. Мужа Гуляем в итоге выпустили, потому что с документами у него оказалось все в порядке, а скорую его жене вызвали только через час. Диагноз – закрытая травма живота, ушиб левой почки и повреждение колен. Судебную экспертизу с тех пор следователи так и не провели. Сотрудники правоохранительных органов, говорит Гуляем, просто прикрывают друг друга. Сейчас пока она думает лишь о здоровье будущего малыша. Есть, конечно, истории какие-то. Вот в том году Life News раскрутила историю про то, как там представитель ФМС изнасиловал мигрантку из Кыргызстана. Но мне кажется, такие случаи, они единичные. В целом это не говорит об общей ситуации. То есть в основном, если у девушек наших мигрантов есть какие-то дополнительные проблемы от общих, то они в основном со своей стороны. Чаще всего, говорит Рахат, мигрантки страдают от агрессии со стороны своих же кыргызских парней. Помимо банды, так называемых патриотов, которые избивали соотечественницы из-за иностранных ухажеров, некоторых девушек в страхе держат собственные соседи по жилплощади хозяева квартир. Заявлять о насилии со стороны своих же земляков кыргызские девушки решаются очень редко. Он был пьян и обвинил меня в том, чего я не делала. Я ответила ему, а он начал оскорблять меня, бить. Я ему ничего грубого не сказала, не вымолвила ни звука. Айдай приехала в Москву всего несколько месяцев назад. Устроила швеей в один из подмосковных цехов и нашла в пригороде квартиру с подселением. Именно там все и случилось. Я лежала, он выключил свет и сказал, что я должна переспать с ним. Не выпускал меня, я умоляла его. Когда кто-то открыл дверь, я смогла убежать. Теперь у девушки сломана челюсть, держится она только на специальных креплениях. Ей степить она может только через трубочку. Разговаривает Айдай также, не разжимая челюсть. Денег на операцию девушки нет. Найти того, кто избил Айдай, теперь пытаются активисты диаспоры. Она обращалась в полицию, но они не стали рассматривать ее заявление и ничего не предприняли. Ее дело осталось без внимания. Даже если они возьмутся за него, то все решают деньги. За деньги они отпускают любых подозреваемых. Стареньким родителям Айдай ничего не рассказывала. Говорит, что в Москве у нее все хорошо и что деньги, как обычно, она вышлет в конце месяца. Дмитрий Багалиев, Азат Антамаков. В настоящее время Москва.